кто захочет еще присоединиться давайте поехали значит мы с вами разобрали на предыдущих лекциях детально биофизику нейронов посмотрели как работает химический синапс георгий рассказал вам об этом разобрали как появляется электрический сигнал как он передается вообще в принципе от одного нейрона другому нейрону но пока нам совершенно непонятно что с этим сигналом вообще в принципе можно сделать ну окей появился у нас какой-то одиночный спайк на нейроне можем ли мы сказать в результате чего он появился если мы исключим наше собственное вмешательство в виде подаваемого тока появился ли этот спайк в результате стимула и вообще был ли этот стимул ожидаем является ли он значимым или же этот спайк появился просто в результате шума как в этом случае нервная ткань действует в обоих случаях давайте попробуем ответить на все эти вопросы в этом нам поможет такой раздел нейробиологии как энкодинг и декодинг нейронов сегодня будем разбирать подробно энкодинг значит основная идея как энкодинга так и собственно декодинга заключается в том что нам нужно понять каким образом тот или иной внешний и зачастую довольно сложный стимул может быть закодирован последовательностью активации одного или целой группы не на этой лекции мы рассмотрим три крупных темы что такое биологический стимул ответ на него и что такое очередь спайков или же spike train нам уже не интересны единичные спайки поскольку зачастую мы не можем достоверно в живой системе сказать несет ли он значимую информацию или нет во втором блоке мы рассмотрим очередности спайки спайков с точки зрения статистики и посмотрим какие интересные свойства заложены в биологических системах которые позволяют нам лучше понять как происходят процессы обработки информации нервной ткани и третий блок будет посвящен нейронному коду благодаря которому наши вычислительные единицы способны так хорошо агрегировать значимую информацию а также делать это с достаточно малыми затратами энергии в первом разделе мы рассмотрим как процесс информация в биологических системах разберемся насколько сильно понятие очереди насколько сильно понятие очереди спайков связано с частотой активации и попробуем понять насколько же вариабельны эти очереди и откуда эта вариабельность вообще происходит небольшой спойлер вариабельность действительно сильная однако биологические системы очень хорошо умеют с ней справляться и так наша нервная ткань вообще в принципе устроена таким образом что какую бы интересующую зону мы не взяли у нее всегда есть некий вход и некий выход не всегда вход является сенсорным а выход моторным но если рассмотреть нервную систему целиком то на входе у нас очень очень много различных сенсорных систем а на выходе очень много моторных давайте посмотрим на моторных или гормональных давайте посмотрим на такой пример у нас есть некоторый приемник в данном случае это глаз это наша зрительная система этот глаз видит предъявляемый ему стимул стакан с водой информация об этом стимуле поступает в мозг далее происходит принятие некоторого решения ну допустим человека в этот момент мучает жажда мозг посылает сигнал на моторные нейроны которые задействуют мышечную систему а мышцы сокращаются человек поднимает стакан и пьет эту воду можно ли этот пример рассмотреть изолированным на самом деле можно но только до определенного упрощения как только человек начинает пить воду то включается другая сенсорная система мы понимаем сколько воды мы пьем насколько наша жажда утолена нужно ли нам продолжать посылать сигнал на мышечную систему или пора стакан этот отставить помимо этого работает вкусовая система которая сообщает мозгу свежали вода можно ли ее вообще пить если она не очень-то свежата мозгу будет труднее принимать решение пить ее или нет потому что вы можете можете находиться в такой ситуации когда кроме этой воды пить нечего жажда настолько сильно что пить приходится таким образом мы видим что во первых процессы для биологической системы не конечны во вторых не изолированы друг от друга отличным примером для сравнения будут классические искусственные нейронные сети у которых есть input и output слои 1 по сути очень схож с биологической сенсорной системой тогда как output слой с реальными биологическими имеет мало чего общего если мы рассмотрим задачу классификации то размер этого слоя вы определите исходя из того количества классов которые предполагает задача до есть в мл такие сети у которых выходной слой не зафиксирован например к такому классу относятся соин или и соин нейронные сети но если посмотреть на область применения этих сетей то это как раз робототехника поиск оптимальных решения в лабиринт биологические нейронные сети не добавляют и не удаляют специальные нейроны для решения новых задач в процессе своего существования во первых мы в целом обходимся более-менее стабильным пулом клеток для решения всех задач ну а во вторых нет никакого выходного слоя на котором вы четко можете увидеть нужный вам ответ биологических нейронных сетях нет повисающих нейронов и выходной слой одной области по сути может быть входным слоем другой или входным слоем для эффекторов это может быть например область отвечающая за работу подкрепительных систем это может быть сигнал в эндокринную систему может быть сигнал на мышечную систему но мы можем выбрать определенную популяцию нейронов в определенные области которые мы будем изучать на предмет активации на предъявляемый стимул так важно понимать что в биологии цикл стимул ответ происходит постоянно до момента физической смерти мозга откуда же нам с этой информации стартовать тогда какие брать нейроны считать ли единичную активацию нейронов на данном слайде приведены различные примеры задетектированной спайковой активности различных нейронов при разных условиях с внешним подаваемым током как на панели а с синаптическими стимулами как на панели b так и совмещенные на панели c если вы посмотрите подробнее то увидите что разные внешние стимулы для нейронов вызывают совершенно разный ответ так если менять только подаваемый ток то можно заметить смену паттернов активации нейроны которые активируются только благодаря рецептором как на панели b а тоже выдают различные паттеры активности но в зависимости от частоты спайков входящих им нейронов собственно эти паттерны и будут меняться нам необходимо научиться по этим паттернам понимать о какой же стимул пришел причем не только как ученым нам как биологическим системам каждому индивидуально необходимо научиться отличать одни паттерны от других последовательность из меток времени в которой нейрон активировался и которые были зафиксированы специальным образом собственно и называется очередью спайков или spike train то есть это такой очередь поезд поезд из спайков добавив по оси x точное время измерения к этим фигурам мы получим как раз набор таких очередей spike здесь это три спайка здесь какое значительное количество в начале и значительное количество ближе к концу здесь у нас спайки начинаются сразу и продолжаются после небольшого перерыва значит самый первый вы идите как можно работать с этими данными является расчет изменений частоты во времени на панели а представлен график видит такого некоторого бар кода график возникновения ответов нейронов нижней височной извилины портекса в процессе просмотра обезьяны некоторого видео это видео короткое и заключается она в том что на нем просто изображена движущаяся точка точно также на нем могут появляться какие-то линии появляться и исчезать то есть это достаточно простое видео без достаточно простой как бы с нашей с точки зрения понимания стимула но с точки зрения обработки визуальной корой это достаточно сложности представляет запись три секунды собственно это некоторый бинарный сигнал вот за ноль здесь обозначается то время когда нейрон не спайкается за единицу то то время когда нейрон был в активном состоянии нейроны в области в которой осуществлялись осуществлялась эта запись они очень избирательны к предъявляемым комплексным стимулом таким например как лица сложные картины и так далее самым простым способом перейти к частотам активации в данном случае будет фиксация определенного окна и расчет частоты для каждого этого окна собственно это и представлена на панели б длина окна в данном случае была выбрана в 100 миллисекунд если же применить скользящее окно то мы получим немного другую картину как на панели c использование таких окон позволяет избежать проблем произвольного выбора длины окна сама частота будет иметь лучшее временное разрешение чтобы перестать оперировать ступенчатой частотой то есть целочисленной дискретно можно посмотреть например в сторону других окон например окно гаусса преобразует вашу частоту в гладкую функцию показана она на панели д на изображена кастомная функция которую вы можете дизайнить сами применять в принципе к такого рода к такого рода данных значит интересный пример связанный с анализом spike train of это так называемые нейроны нейроны бабушки нейроны дженнифи рейнистон или гамера симпсона кто как по-разному не называет чем что это такое это нейроны гиппокампа который отвечает в нашем мозге за по сути за разметку памяти за создание новых меток для стимулов которые нам еще не известны которые мы ни с чем не смогли сопоставить либо же это поиск так очень условно поиск по некоторому образцу похож ли тот стимул который мы предъявили на то что у нас уже есть значит в двухтысячных годах вышла серия интересных статей в которых регистрация нейронов производилась у людей которым предъявляли фотографии знаменитости для этой цели брали пациентов с эпилепсии поскольку к ним по сути в их мозг был доступ об этом в принципе рассказывал владислав на своей лекции по по всем вот этим методам которые инвазивные с помощью которых могли проводить такие исследования значит что как бы исследователи увидели они обнаружили пациентов у которых регистрируемый нейрон активировался только в тот момент когда была предъявлена фотография джей нефер истон из сериалах друзья если посмотреть на фиксируемую запись активности то можно увидеть схожесть паттерных активации у тех предъявлений где предъявляли похоже стимул изначально исследователи вот здесь можно увидеть что здесь есть активность а вот здесь например и здесь этой активности как таковой нет изначально исследователи подумали что имеет значение то как сделана эта фотография голубой фон на котором изображена была дженнифер энистон или какие-то другие физические характеристики этой картинки однако повторное предъявление самых разных фотографий этой актрисы снятый с разных ракурсов с разными прическами другими деталями показывала что нейрон активировался вне зависимости от того каким образом это актриса выглядит фотография где актриса была не одна вызывали изменения характера активности ну существенное изменение характера активности но активность все равно регистрировалась то есть вот здесь картинка достаточно маленькая и шакальная в целом но здесь можно увидеть что здесь присутствует та же самая дженнифер энистон но только она не одна и некоторая активация этих нейронов она происходит значит далее в целом на других фотографиях знаменитостей вообще было продемонстрировано что даже если просто показывать надпись которая состоит из фамилии и имени знаменитости то нейрон эти нейроны в принципе точно также активируются и в целом исследователям стало понятно что вот активация этого нейрона это вот неком некое абстрактное представление о таком сложном с точки зрения именно обучение понятий как вот какой-то отдельный конкретный человек отдельный конкретный есть стимул для вот некоторого paper actually давайте представим себе такой эксперимент мы создаем условия для испытуемого таким образом чтобы исключить возможный шум при предъявлении стимула задаем жесткий алгоритм для предъявления этого визуального стимула то есть это количество предъявлений время предъявления время между предъявлениями этого стимула и количество повторений давайте сделаем так что один и тот же визуальный стимул в нашем случае картинка будет подаваться с определенной периодичностью а все остальные параметры будут зафиксированы и будем записывать активность большого количества нейронов сначала мы найдем те нейроны которые из раза в раз будут активироваться на предъявляемый стимул мой вопрос будет ли активационная картина для одного и того же стимула идентична подумайте об этом некоторое время если у вас у кого-то есть ответ на этот вопрос уже сейчас вы можете его озвучить ладно если ни у кого ответа на этот вопрос нет то на него ответ дам я и этот ответ нет активационная картина не будет один идентична она будет похожа из раза в раз но она не будет идентичны то есть мы имеем дело с достаточно с одной стороны мы имеем дело с достаточно рабастой системой которая несмотря на вариабельность ответов все равно позволяет вам выполнять когнитивные задачи нам нужно разобраться с двумя вещами первое это вариабельность спайков откуда она берется и можно ли ее уменьшить и 2 это как биологическая система в первую очередь а потом уже и мы как те кто работает с такими данными в принципе эту вариабельность можем учитывать первым делом будем разбираться в причинах этой вариабельности можно выделить два крупных источника первый источник это внутренний шум а второе это сетевой шум на лекциях по биофизике мы разобрались что в целом параметры системы стационарно то есть у вас емкость мембраны остается одинаковой количество различных каналов у вас конечно температура среды точно также конечно клетки и среды и клетки при которой все процессы в принципе происходит тогда откуда в таком случае может появиться этот самый внутренний шум мы также смотрели с вами что режимы работы каналов под воздействием различных причин могут во времени меняться именно это является причиной возникновения флуктуации мембранного потенциала то есть обновление обновление рецепторов на мембране не проходит с такой частотой с такой частотой дискретизации так быстро для того чтобы вызывать этих флуктуаций а вот изменение режимов работы каналов спокойно эти флуктуации могут привести к тому что один и тот же приходящий сигнал в одном случае активирует нейрон а в другом нет а второй источник шума это сама сеть нейрон никогда не изолирован он постоянно получает отправляет сигналы часть из этих сигналов может быть значимой а может быть случайным шумом у нас огромное количество сенсорных систем которые в итоге могут влиять на искажение интересующего нас ответ значимость этого шума тем больше чем больше количество входящих синапсов вообще у нейрона существует если большое количество синапсов оказались активированными то и мембранный потенциал нейрона перейдет порог информация пойдет дальше если же на вход будут приходить единичные спайки на небольшое количество синапсов то будут происходить аналогичные флуктуации мембранного потенциала и давайте мы посмотрим достаточно ли таких флуктуаций сети чтобы привести к спонтанному спайку мы посмотрим на два эксперимента один ин витро и один ин виво значит ин витро дословно с латыни это в стекле и означает это что эксперимент проводится в пробирке то есть вне живого организма обычно на единичных клетках или клеточных культурах в общем смысле этот термин противопоставляется им термину ин виво что означает эксперимент на живом организме на человеке или на животной модель также существует понятие инсилика это класс вычислительных экспериментов именно как раз помощью мат модель так вот ин витро эксперимент заключался в следующем из неокортекса взяли нейрон посадили его в питательный раствор подключили электрод и стали подавать на него постоянный ток как вот на панели выбрали определенный интервал и записывали всю активность этого нейрон собственно как здесь показано на этой панели подавали ток в постоянный ток в 200 пикампер время записи составляла 1000 миллисекунд но одной записи экспериментатором было мало поэтому они в одних и тех же условиях сделали не менее 25 таких повторений на потом сравнили сначала графики активации как показано на верхней части потом перевели это в бинарное представление о котором я уже говорил то есть это просто информация о спайках и вот на плоти ниже она отражена значит что мы можем сказать вообще глядя на этот график мы видим что первый спайк для всех экспериментов совпадает совпадает по времени очень точно что может говорить о некоторой устойчивости системы в целом на момент старта эксперимента но что мы видим дальше дальше мы видим что второй третий четвертый пятый так далее спайки они воспроизводятся во времени не так точно как первый вот для второго случая погрешность довольно маленького маленькая а вот на финальная картина говорит нам о том что вообще все у нас рассинхронизироваться значит эксперимент этот очень хорошо показывает нам что к длительной стимуляции постоянным током такая система как нейрон предназначена именно живой нейрон не модельный предназначена она очень плохо вспоминаем реализацию модели ходжки на хаксли и понимаем что ведет она себя детерминированно то есть модель ведет себя детерминированно в отличие от реальных нейронов а теперь давайте подумаем а если в биологической реальной системе такие сигналы постоянные сигналы вот в виде такого некоторого постоянного тока именно вот в этих терминах только с фиксированной амплитудой ответом будет нет таких сигналов в реальных биологических системах не существует во второй части эксперимента вместо тока с фиксированной амплитудой стали подавать изменяемый по амплитуде ток которые легко можно было повторить в таком же количестве экспериментов то есть 25 задали алгоритм с помощью которого как бы воспроизводили вот такой паттерн подачи тока и начали смотреть а что же происходит со спайками и вы можете видеть на правой нижней панели что не только первый спайк синхронизирован между трайлами но в целом все спайки на длительном промежутке времени показывают устойчивую картину синхронизации да у вас есть некоторые как бы флуктуации но в целом картина очень очень устойчивая следовательно можно сделать вывод что нейрон с точки зрения именно биологического стимула является вполне себе устойчивой системой обработки информации а инвиво эксперимент заключался в следующем значит взяли аллерг резус манки это макака зафиксировали ей голову ни одна макака не пострадала и стали демонстрировать двигающуюся точку этой макаки в течение двух секунд данные перемещения были детерминированные из раза в раз повторяли траекторию перемещения точки повторен этот эксперимент был 210 раз на одной обезьяне и что мы видим из этого эксперимента на панели а мы видим что здесь вот выбрана определенная область активности нейрона для дальнейшего анализа значит эта область показалась исследователем наиболее консистный плане паттерна спайков от трайла к трайлу то есть в целом они были похожи но вот эта область как бы на взгляд именно не не применяя какой-то статистический анализ а именно на взгляд она казалась экспериментатором что спайки прям очень похожи значит но на самом деле ощущение это оказалось достаточно иллюзорным на панели бы можно посмотреть более детально как менялась частота в выбранном для исследования промежутки от 360 до 460 миллисекунд однако когда исследователи посчитали мат ожидания и стандартное отклонение для межспайковых интервалов они увидели значительную вариабельность от ожидания было 735 миллисекунд стандартное отклонение было 528 на панели c представлена гистограмма распределение частоты к межспайковым интервалом и она очень хорошо фитится к экспоненциальному распределению что ожидаемо при случайном пуассоновском дискретном процессе поскольку спайки мы считаем дискретно поэтому и процессы здесь нужно рассматривать дискретным несмотря на то что некоторую вариабельность межспайковых интервалов можно описать списать на плактуации паттерны оказываются не одинаковыми от трайла к трайлу от ожиданий дисперсия для 500 случайных выбранных эпох в различное время на различных на различных нейронов для этого эксперимента они приведены на статар плоти на панели d главное диагональ на ней это ожидаемая зависимость для пуассоновского процесса и как можно увидеть процесс не точный пуассоновский так как дисперсия слишком большая но что самое главное что визуальный стимул заставляет нейрон модулировать частоту своих спайков достаточно консистентно от трайла к трайлу в то время как тайминг этих индивидуальных спайков он достаточно случайно если почитать это исследование подробно здесь приведены ссылки если кому-то это будет интересно то выводы из него следующее авторы нашли несколько принципов статистической статистической гомогенности которые позволяют нервным тканям работать в high-input режиме то есть вот такое движение такое хаотичное на первый взгляд движение точки на белом экране может относиться к именно к high-input режиму работы сенсорной системы а также то что с точки зрения статистики входящий и выходящий нейрон должны быть в целом не отличимы друг от друга в части генерации очереди спайков и что более интересно все ограничения которыми обладают биологические нейроны могут быть спокойно промоделированы с помощью простой integrate and fire модели и да вот welcome если кто-то хочет ознакомиться с самим этим исследованием оно очень интересно возвращаясь к рассмотренным ранее причинам вариабельности мы можем сравнить степень их влияния на генерируемые очередности спайков очереди спайков а в случае предъявляемых как простых так и сложных стимулов и инвитро эксперимент наглядно показал что внутренний шум нейрона вносит незначительный вклад в вариабельность спайк трейн куда больший вклад будет выносить именно сетевой шум как было показано в инвиво эксперименте еще раз напомню что в живой биологической системе мы не можем отключить или изолировать какую-то область или подсеть нейронов следовательно нам нужно научиться обходить эти ограничения и научиться работать с такими данными научиться моделировать подобное поведение и в целом на этом этот раздел я бы хотел закончить вопросы нет вопросов поехали дальше в этом разделе мы как раз и будем разбираться как именно мы можем обобщать моделировать поведение нейронов которым дают сложные стимулы не просто подают ток на мембрану в этом нам поможет понимание пассоновских процессов на которых строятся статистические модели нейронов в основном а также поговорим как можно описать флуктуации потенциала мембраны и немножко поговорим о стахастических спайков на примере играет инфайр модель как я уже рассказал подробно в инвиде и в инвиво эксперименте с макаками и визуальным стимулом исследователи делали много трайлов записывали их и сравнивали с ожидаемым поведением для пассоновского процесса давайте разбираться в терминологии стахастический или случайный процесс который генерирует последовательность событий таких как например потенциалы действия называется дискретным процессом в общем случае вероятность происхождения события в любой момент времени может зависеть от всех предыдущих событий если же такая зависимость соблюдается только для небольшого количества событий дорассматриваемого таким образом чтобы эти события в соседних интервалах были не все таки независимы то есть что зависимость проявляется только внутри интервал то такие процессы называются renewal или обновляемыми процессами если между рассматриваемыми событиями у нас нет никакой взаимосвязи то есть события статистически независимо то у нас и как раз и получится пуассоновский процесс а именно пуассоновский процесс служит очень полезной аппроксимации для стахастически спайкающегося нейрон и будем рассматривать мы два случая это гомогенный пуассоновский процесс это процесс в котором частота спайков является константной и не гомогенный где частота спайков является зависимой по времени величиной необходимо однако помнить что в реальности из-за наличия таких процессов как тот же рефракторный период события по сути не являются независимыми то есть вы можете вспомнить что даже при при моделировании модели хочки на хаксли у вас на графиках вы видели некоторые периоды в которых потенциал мембраны опускался ниже чем resting potential и вот в этот момент попытаться спайкнуть то есть попытаться подать на нейрон такой стимул чтобы он вот в этот ровно момент спайкнулся сильно сложнее чем в момент когда нейрон находится просто на уровне resting potential так что физически нужно помнить что независимыми они не являются но как бы когда мы рассматриваем работаем с популяциями нас интересует как и как и как это происходит статистически значит для начала мы можем взять нашу временную шкалу разбить ее на достаточно малый дельта и знаю что частота это интервала к интервалу у нас не меняется ну то есть почему она не меняется потому что допустим у нас данные экспериментальные пришли такие вот мы посмотрели посчитали и увидели что она не меняется раз не меняется значит можем использовать именно гомогенный полосоновский процесс существует такое понятие как функция выживания или survival survival фанкш значит пришло это понятие к нам из анализа выживаемости это класс статистических моделей которые позволяют оценить вероятность наступления события данная группа статистических методов она получила соответствующее название вследствие их широко широкого применения в медицинских исследований и применялась она для оценки например продолжительности жизни при изучении эффективности методов лечения позднее данные методы стали применяться в например в страховой сфере они применяются также они применяются в социальных науках значит анализ выживаемости как именно как статистический раздел занимается моделированием процессов наступления терминальных то есть критических событий для элементов той или иной совокупности изначально это смерть для элемента как элемент совокупности живых существ так в рамках медицинских исследований анализ выживаемости может отвечать на такие вопросы как какова будет доля выживших среди пациентов спустя некоторое время после примененных техник лечения какие темпы смертности будут наблюдаться среди выживших какие факторы воздействуют на увеличение или уменьшение шансов на выживание и прочее в нашем случае терминальным событием является отсутствие спайка в следующем рассматриваем интервале при учете что в этом интервале спайк произошел и то же самое для обратной ситуации это как бы терминальным событием является наличие спайка если в текущем наличие спайка в следующем интервале если в текущем мы не спайкнуть таким образом вот это вот survival function позволяет рассчитать вероятность сохранится ли спайковая картина в следующем интервале или же не сохранить вероятность возникновения n событий в заданный промежуток времени большой от заданной частотой событий r показано на панели а здесь n равно 0 1 2 и 5 для того чтобы можно было график читать для любого значения r мы построили его как функцию от rt можно заметить что с увеличением n то есть с увеличением количества ожидаемых спайков вероятность возникновения такого количества событий она достигает своего максимума при больших значениях а также что большинство вернее что для больших значений t вероятность возникновения большого количества событий она выше значит панель b здесь показывает вероятность возникновения различного количества спайков при среднем количестве 10 штук а изображено точками на графике в сравнении с нормальным распределением с мат ожиданием и дисперсии в 10 что показано линии для больших rt что соответствует большому ожидаемому количеству спайков по основное распределение приближается к нормальному с мат ожиданием и дисперсии равным rt значит давайте теперь посмотрим на не гомогенный по основной ский процесс в этом случае ro или r или частота спайков в следующий интервал времени она это уже не константа и является она функции от времени а мы можем переписать интересующие вероятности и survival function в принципе уже в этих новых терпин а для дискретного распределения мы получаем вероятность того что события случится в интервал т при произошедшем событии в интервал с крышкой равно это ро от т на survival fun 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 на survival функции значит не гомогенный поассоновский процесс сложнее в моделировании однако он может дать более точную статистическую модель для работы с экспериментальными данных то есть давайте посмотрим вот сюда на этот слайд на 12 слайде я уже приводил один пример данных point v в эксперименту давайте посмотрим на еще один пример на слайде представлены данные статьи 94 года в которой проводилась запись мт нейронов по макак с предъявлением различных визуальных стимулов мт зона это medial temporal это зона зрительного региона кортекса приматов которые большое количество нейронов чувствительны именно к движущимся изображения фигура а показывает пример ответа невзрывной активности вот этих самых мт нейронов на стимул в виде двигающегося изображения той же самой точки для межспайковых интервалов более 10 миллисекунд распределение экспоненциальны фигура b показывает теоретически предсказанное распределение модели модель это основан на гомогенном поассоновском процессе однако в нее был добавлен случайный рефракторный период и в целом мы можем сделать вывод что согласуется это предсказание достаточно хорошо с нашими экспериментальными данными значит теперь перейдем к то есть мы посмотрели в целом как мы можем считать статистику на на экспериментальных данных и в целом мы более-менее понимаем теперь к каким процессом они эти случайные процессы какими стат процессами в принципе можно описать но анализ это не единственная не единственная вещь которую необходимо в данном случае сделать мы же можем попробовать такое поведение замоделировать допустим мы рассматриваем некоторую популяцию нейронов можем взять любой нейрон из этой популяции в этом случае как бы для нас это определенный конкретный нейрон который мы рассматриваем но с точки зрения наблюдений это случайно выбранные мира значит очередность спайков возникает из капри синаптических нейронов тогда в таком случае если мы выберем любой интервал tfk вот он значит любой интервал на котором у нас был спайк от катова пресинаптического нейрона то мы можем описать его используя дельта функцию дерака которая позволяет записать точное воздействие а также пространственную плотность физических величин а то есть в целом эта функция позволяет описывать массу заряд интенсивность источника тепла силу и так далее в нашем случае это возникновение возникновение точечного спайка значит функция это не равна нулю только в точке x равном нулю где она обращается в бесконечность таким образом что ее интеграл по любой окрестности x равна нулю он равен единице в этом смысле понятие дельта функции аналогично физическим понятием точечной массы или точечного заряда через нее мы и можем описать вот этот самый точечный спайк нейронов и таким образом если у нас есть множество вот этих вот спайков f от множества нейронов к то мы можем записать всю нашу очередность спайков то есть весь наш спайк трейн по времени можем записать вот таким вот образом как сумму по спайкам суммы по всем прессинаптическим нейронам согласно же гомогенные пауассановский модели вероятность спайков любой интервал времени можно описать вот следующим образом где к это наши прессинаптические нейроны а ро это частота спайков от интервала к интервал то есть здесь мы допустим мы получили точно такие же данные и ро у нас но константно значит используя этот аппарат я на самом деле могу оценить количество тока которая будет протекать через мембрану а также могу посчитать мат ожидания и дисперсию для этих величин я делать этого сейчас конкретно не буду но если кого-то это интересует я могу дать ссылку на очень хорошее описание как делается значит для чего это нам это нужно значит это нужно нам именно для того что мы с помощью этих оценок можем понять какой вклад приносит флуктуационный ток в наши спайки значит можем ли мы рассчитать флуктуации мембранного потенциал давайте посмотрим синаптический ток который мы получаем вот в случае случайного спайка мы можем разложить на мат ожидания и плюс флуктуационный ток точно также для любого случайного нейрона формула для расчета модели пассивной мембраны вот она приведена здесь представлена в нее мы можем подставить тот самый наш синаптический ток и получить флуктуации мембранного потенциала то есть для расчета мат ожидания дисперсии по флуктуациям мембранного потенциала можно использовать корреляционные функции если кого-то эта тема заинтересует подробней я могу письменно дать вам ссылки что можно почитать посмотреть на эту тему там достаточно много материала я здесь хочу вам всего лишь показать что получив экспериментальные данные вы в принципе какими глобально подходами вы можете их перенести в вашу модель то есть вы вот например делали модель хочки на хаксли но она у вас строго детерминированная как можно добавить в нее некоторую случайность вот с помощью добавления флуктуации мембрана значит если посмотреть на результат работы таких интегрейт инфаер моделей то мы можем заметить что работают они могут работать они в двух режимах супер пришел режим в нем мы можем выставить синаптический ток выше значения рассчитанного мат ожидания здесь показано пунктирной линии к чему это приведет в таком случае какой бы флуктуационный ток не был то есть мы его можем вообще выставить чуть ли не в ноль мы все равно будем получать картину с регулярными спайками просто потому что этого тока суммарно будет хватать для достижения порогового значения ваше распределение межспайковых интервалов будет выглядеть вот следующим образом и есть второй режим это сап пришел режим в этом режиме синаптический ток устанавливается в рассчитанное значение мат ожидания мы видим что она допустим меньше порогового порог мы задаем изначально и она меньше порогового и в этом случае не все флуктуации будут приводить вас к появлению спайков и главное отличие этих двух режимов в регулярности спайкинга значит супер режим обеспечивает обеспечивает именно саму регулярность с отрышел режим эту регулярность не обеспечивает но именно с отрышел режим очень интересен для как бы моделирование ваших данных для моделирования и получения каких-то новых знаний на основе тех экспериментальных данных которые от нейронов по которым вы получили из мокрой лаборатории значит давайте если есть какие-то вопросы вы можете мне их задать если нет то мы перейдем к третьему блоку наконец так третий блок значит в первом блоке мы разобрались со стимулами и поняли что в биологической системе в целом важны не единичные спайки а серии которые были бы статистически гомогенными при предъявлении одного и того же стимула во втором блоке мы разобрали несколько подходов как можно описывать такие процессы и как это описание можно использовать для моделирования добавлять флуктуации и поведение со случайными спайками теперь давайте разберемся как сами нейроны различают стимулы для этого мы обратимся к такому разделу вычислительной нейробиологии как энкодинг и декодинг и давайте для начала дадим определение что же можно считать нейронным кодом посмотрим как энкодинг и декодинг связаны и наконец разберемся с предполагаемыми существующими типами кодов начнем как всегда мы из живых систем поскольку как уже было сказано живые системы постоянно получают стимулы по разным сенсорным системам этим системам необходимо уметь отличать плохой стимул от хорошего или вот от этого хорошего например при обработке зрительной информации нам необходимо этот стимул уметь различать мы должны уметь отличить стимул который скажет что перед нами вкусный обед и стимул который скажем скажет нам что этим вкусным обедом сейчас можем стать мы если мы не умеем отличать один стимул от другого то как биологические системы мы не смогли бы выжить так долго схематически можно представить себе это следующим образом то есть мы постоянно получаем стимулы учимся их кодировать формируем в мозге некоторую статистическую модель данных когда приходит новый стимул то он перед запоминанием и кодированием прогоняется по базе уже известных стимулов таким образом мы находим максимально похожий мы его и продюсер восстанавливая как бы изначальный стимул в конце концов это определяет наше поведение это как мы будем на эти новые стимулы реагировать весь процесс получается замкнутым и участвует в нем и кодирование и декодирование совместно с процессом воспроизводства стимулов когда вы повторяете из раза в раз одно и то же воспоминание связана интересная особенность если вы будете постоянно менять небольшую деталь этого воспоминания причем независимо от того делаете вы это специально или делаете вы это случайно то в конце концов вы можете получить совершенно новое воспоминание и оригинальное вы вспомнить например уже не сможете на прошлом слайде мы условно разбили весь этот циклический процесс обработки стимула на энкодинг и декодинг вот получение стимулов кодирование построения статистической модели в этой схеме как раз относится к энкодингу у нас есть некоторый стимул у нас есть цель что нужно делать при предъявлении стимула такого типа и у нас есть набор моторных команд которыми мы в целом умеем оперировать далее у нас при предъявлении такого стимула происходит активация группы нейронов а после происходит ответ моторная активность в данном случае является подкрепительной частью этого же стимула на тюнит наше исходное кодирование стимула наши исходное кодирование стимула и наше подкрепительное кодирование стимула и в целом ну то есть это как бы ситуация такая то есть мы может быть мы должны этот как бы поведение на этот стимул скорректировать потому что может быть действительно мы зря перепугались или же зря решили ударить того кто внезапно нас напугал декодинг это вторая часть этого циклического процесса обработки стимула и декодинг в данном случае это обратный энкодингу процесс когда мы по активации нейронов в определенных областях нервной системы пытаемся этот стимул реконструировать именно процесс декодинга стимул декодинга стимула в биологических системах поддерживает вот эту вот статистическую консистность и модель окружающего мира также определяет конечное поведение и сложное обучение нейробиологом же методы декодинга нужны в первую очередь для понимания какой изначальный стимул закодирован активации определенного набора нейрон в данном курсе про декодинг подробно мы говорить не будем коснемся его только немного на лекциях по обучению и импульсных нейронным сетям значит что хочется добавить что в целом вся область BCI brain компьютер интерфейс она по сути один большой декодинг и реконструирование сигналов такой замечательный стартап как neural link от илона маска это вот все применение методов энкодинга и декодинга в качестве примера конкретных работ владислав на своей лекции приводил пример восстановления изображения по активности нейронов мозга испытуемых я же хочу рассмотреть пример восстановления аудиоряда по активации нейронов вот такая интересная публикация от 2019 года в нейчер исследователи добились того что восстановленный аудиоряд корректно в последующем распознается самими людьми не менее чем 70 процентов случаев и давайте мы посмотрим например приведенный авторами статьи если звук не будет транслироваться скажите или напишите мне пожалуйста да шыфу филе вето маст масте и прация шыфу building is a most fascinating process шыфу филе вето маст масте и прация Всем было слышно? Да. Очень-очень интересный, хороший пример. Если кого-то интересует эта тема, пожалуйста, ознакомьтесь со статьей. Я вот здесь привел ее до, ее можно найти. Это очень интересная работа. Значит, на текущий момент в вычислительной нейробиологии принято несколько крупных предположительных схем, которые могут описывать, как происходит кодирование стимулов нейронами. И это следующие варианты. Частотное кодирование, о котором мы много говорили вообще в целом на протяжении всего курса и этой лекции в частности, где мы смотрим, что частота возбуждения и межспайковые интервалы – это краеугольные параметры биологических нейронов. Это временное кодирование. Про важность времени при анализе похожести спайковой картины говорил Владислав. А мы касались этой темы сегодня уже немного. Популяционное кодирование. Выделять под конкретный стимул отдельные нейроны было бы в высшей степени глупо. Мы быстро можем упереться как в производительность такой системы, так и в конечность обучаемости. Поэтому было бы неплохо уметь кодировать небольшим количеством нейронов, уметь кодировать достаточно сложные понятия. И спарскодирование или разреженное кодирование – это схема, пример развития идеи популяционного, срощенного с временным кодированием. Чуть подробнее мы сейчас на всех этих схемах остановимся. Вряд ли какая-то одна схема является используемой вообще во всех случаях для биологических систем. Поэтому в реальности, скорее всего, будут использованы именно гибридные схемы. Включающие преимущества всех перечисленных этих схем. Но и в целом у вас возможны совершенно, гипотетически совершенно другие варианты кодирования, до которых просто еще никто не додумался. Возможно, теми, кто додумается до этих схем, будет кто-то из вас. Каждая из этих схем, она на самом деле содержит как преимущества, так и недостатки. И некоторые из этих схем более применимы при анализе нейрональной активности, нежели они являются вот именно реальной схемой кодирования живых нейронов. А некоторые же наоборот – лучшие кандидаты на работу в живых системах, но очень сложны для использования их в анализе данных. Давайте я возьму небольшую паузу, пока я не рассказал вам всех деталей. А вы предположите, какие схемы для чего лучше использовать, так вот, интуитивно. Когда я буду рассказывать, вы поймете, были ли вы правы или нет. Начнем мы с одной из первых вообще, в принципе, разработанных схем – это схемы частотного кодирования. В этой схеме тоже есть несколько вариантов с лево-направо. Самый простой, когда берется какой-то интервал времени, вот наша T, для каждого окна считается, количество спайков переводится в частоту. Мы на это уже даже сегодня смотрели пристально, смотрели, как можно это делать. Но, как уже было сказано выше, этот способ кодирования информации очень хорошо применим именно к анализу спайковой картины при экспериментах. Но при этом вот эта схема кодирования практически не используется для кодирования реальными нейронами. Представьте себе лягушку, которая сидит на камне и ждет, не пролетит ли мимо нее сейчас какая-нибудь нямка. В какой-то момент случается это долгожданное событие, и мимо пролетает муха. В нашей с вами реальности мухи, лягушке требуется очень короткое время для распознавания этого стимула и быстрой реакции на него. То есть лягушка очень быстро попробует эту муху съесть. А теперь давайте попробуем представить, как поведет себя лягушка, если основной схемой кодирования у нее будет именно частотное кодирование. Ей бы пришлось накопить какую-то статистику спайков за определенный промежуток времени, чтобы понять, что стимул соответствует вкусному обеду, но к этому времени этот обед уже улетит. Для реальных биологических систем такой тип кодирования очень медленный. Вторая схема, изображенная здесь, это у нас усреднение по большому количеству трайлов. То, о чем инвитро и инвиво-эксперименты я рассказывал в первом блоке. Схема это, как и предыдущая, исключительно тоже техника кодирования для анализа и не работает в биологических системах. На примере все той же самой лягушки. Муха не будет пролетать мимо лягушки 50 и более раз, чтобы та наконец-то запомнила, что муху можно съесть. Третья схема частотного кодирования – это частотное кодирование в популяции. В этом случае нас уже не интересует один конкретный нейрон. Мы смотрим на изменение частоты активации популяции нейронов. И об этой схеме более подробно рассказывал Владислав на своей лекции, как работать с сигналами при ЕГЭ и МЭК. Давайте посмотрим на другую схему. Применное кодирование – это совсем другая схема. В этом случае нас не интересует, с какой частотой после поданного стимула спайки возникают на нейроне. Нас интересует, через какое время этот спайк произошел. Этот спайк, либо очередь спайка – после начала стимула. А в случае, когда от трайла к трайлу интересующий нас нейрон генерирует спайк с конкретной задержкой, плюс-минус какая-то определенная погрешность, то в таком случае можно использовать временное кодирование. Такой тип кодирования, на самом деле, уже намного ближе для использования реальными биологическими системами. В качестве примера можно привести циклические альфа, бета, тета и так далее ритмы. Поскольку периоды у каждого типа фиксированы, то мы можем говорить о временном кодировании такого рода активности. Также, если рассмотреть сенсорные системы, то можно столкнуться с таким примером, когда короткие, но от этого не менее важные стимулы просто не будут генерировать вам эти самые очереди спайков. Вместо этого у нас будут возникать единичные спайки, но с определенной задержкой. Такая схема наиболее применима в задачах локализации звуков, когда животному необходимо быстро определить направление источника звука, например, шорох, и либо же быстро использовать полновое полученное знание для атаки, либо же для защиты. Та самая реакция бей или беги. Если обратиться к схеме, то мы знаем, когда произошел стимул, и мы знаем, как протекает ритмическая бэкграунд-активность. Следовательно, мы можем отделить спайки, которые могут быть связаны со стимулом, и от тех спайков, которые связаны с ритмической активностью. При сравнении двух схем частотного и временного кодирования можно сказать, что временное у нас не производит никакого усреднения, тогда как частотное, наоборот, теряет информацию о единичной активности, привязанной к определенным меткам времени. То есть временное хорошо использовать для анализа единичных спайков, тогда как частотное очень хорошо подходит для анализа очередей. Третьим крупным типом схем кодирования является популяционное кодирование. В классическом представлении популяционное кодирование игнорирует время. То есть что это значит? Важно не то, в какой отрезок времени произошел спайк или очередь спайков, а то, какие еще нейроны одновременно показывают схожую активность и показывают ли вообще. То есть вот как на примере. что четыре нейрона показывают одновременную активность, высокую, и здесь паттерны активности совпадают у двух нейронов. В популяционном кодировании каждый нейрон имеет распределение ответов над ограниченным множеством инпутов, и ответом служит конкретный тип ответов набора нейрона из собственного распределения у него. Можно себе представить, насколько больше типов стимулов и ответов на них можно закодировать с помощью такой схемы. Также в классической схеме популяционного кодирования изначально не учитывалось пространственное распределение, считалась просто совместная активность нейронов. В процессе изучения нейробиологами конкретных зон мозга и слоев кортекса исследователи пришли к выводу, что активация нейронов в пространстве тоже не случайна. И зависит она от архитектуры, то есть от топологии, от строения того, как нейроны связаны друг с другом, и специализации нейронов в зависимости, в соответствии с местом их в пространстве. И последний тип кодирования – это спарскодирование. Все вышеперечисленные схемы на самом деле привели к такой схеме, как спарс. В ней уже учитывается время, количество и пространственное распределение активируемых нейронов. спарскод представляет собой кодирование необходимых элементов, понятий, стимулов, сильно связанных активаций относительно небольшого количества нейронов. Для каждого понятия используется свое подмножество активируемых нейронов. Учитывая потенциально большой набор паттернов на входе, алгоритмы спарскодинг, например, спарс автоэнкодер, пытаются автоматически найти небольшое количество репрезентативных паттернов, которые при объединении в правильных соотношениях воспроизводят исходные паттерны, исходные входные паттерны. Значит, спарскодинг входных данных таким образом состоит из вот этих вот репрезентационных паттернов. Например, очень большой набор предложений на английском языке может быть закодирован совершенно небольшим количеством символов. То есть, использование алфавита очень хорошо подходит как аналогия. Значит, они объединены в определенном порядке в случае каждого конкретного предложения. Эти символы и будут являться спарскодингом для, например, любого языка. Значит, на иллюстрации здесь приведен достаточно игрушечный пример, но он наглядный. В верхнем ряду показаны примеры активации нейронов на предъявление стимулов соответствующих кошке, собаке, рыбе. В нижнем ряду мы можем видеть пересечение этих стимулов. То есть, активация одних и тех же нейронов заложена в коды уже понятий. И, по сути, эти пересечения являются некоторыми общими фичами, которые именно наша биологическая нейронная сеть выделяет в сравнении вот этих двух понятий. Значит, исследователи предполагают, что именно схема спарскодирования является основной стратегией нервных систем для изменения объема памяти и, соответственно, кодирования понятий. Данная схема кодирования не только продолжает разрабатываться в теоретическом поле, она также наблюдается на конкретных биологических системах. То есть, это не исключительно теоретическая работа. Так, например, обонятельная система у дрозофила-меланогастр использует спарскод для кодирования запахов. Дрозофила-меланогастр – это мушка дрозофила. Разреженность контролируется обратным негативным контуром от кениан-клеток к габаэргическим АПЛ-нейронам. Если кого-то это заинтересует, я могу детали написать. Значит, можно также рассмотреть, посмотреть на устройство нашей с вами зрительной коры – Visual Cortex. Что происходит при поступлении стимула, например, когда вы увидели человека? Сначала все поступает на первичную зрительную или стриарную кору V1. На ней происходит первичная агрегация сигналов из рецептивного поля. Дальше мы идем в зону V2, которая обобщает простые стимулы до, грубо говоря, ориентации линий углов. В4 выделяет вам простые фичи, например, голова, глаза, уши и так далее. Далее, используя наши предыдущие знания о людях, их частях тела, привлекательности и так далее, тех понятий, которые мы уже успели выучить и закодировать, мы делаем вывод о том, кто же перед нами, знаем ли мы этого человека, и говорим, что, например, это наш знакомый или совершенно неизвестный нам человек. Так вот, весь этот процессинг можно представить достаточно малой группой активирующихся в гиперколонках неокортекса пространственно распределенных нейронов. Это вот как раз пример того, как в целом происходит дистрибутация спарскодирования именно в визуальном кортексе. Давайте подведем некоторые, давайте сделаем некоторые выводы с вами. Если вас интересует то, как работают популяции нейронов, как они обрабатывают стимулы и работают с понятиями, то выводы в целом можно сделать следующие. Не пытайтесь оторванно анализировать единичные спайки. Это надо делать на уровень ниже. То, о чем мы говорили в лекциях о биофизике. Значит, очереди спайков дают вам ту самую статистику, которую можно анализировать различными методами. Нейроны сами по себе очень робастны. А популяции нейронов еще более робастны. Различные нервные ткани, как и различные нейроны, могут использовать совершенно различные схемы кодирования. То есть где-то используется исключительно временное кодирование, где-то используется спарскодирование, где-то используется популяционное кодирование. Существует даже использование частотного кодирования там, где мы не завязаны на скорость ответа, на скорость сбора этой статистики. И опять же нужно помнить, что некоторые схемы кодирования можно использовать только для анализа. И они в принципе неприменимы. Мы не можем использовать эту схему, сказать, что реальные нейроны точно так же кодируют информацию. На сегодня у нас все. Если у вас есть какие-то вопросы, я их с удовольствием выслушаю и отвечу на них. Все ли всем было понятно? Давайте так. Ну, видимо, все. Хорошо, всем большое спасибо. И тогда до... Так, сейчас... Всем большое спасибо. И ждите тест. Выложим эту лекцию в видео. И следующая лекция по расписанию в следующую пятницу. На ней мы будем рассматривать уже... На ней мы будем рассматривать, какие у нас существуют механизмы для того, чтобы мы могли работать с таким понятием, как синаптическая пластичность. И я расскажу вам о том, как вообще биологически происходит обучение, какие есть примеры биологического обучения. А через лекцию Владислав расскажет вам об импульсных нейронных сетях и о том, как вот это биологическое обучение можно перенести на модели, которые можно использовать в том числе для решения совершенно разных задач. То есть не только изучение биологического поведения. Вот. Всем большое спасибо и до свидания. До свидания.